У нас есть Huawei, это, по-моему, Honor 9, по-моему, так, с восьмым андроидом. Патч безопасности то ли начало 19-го года, то ли конец 18-го года, могу путать. Сделаем на нем сначала сброс до заводских настроек, словим ФРП-блокировку и попробуем разблокировать. Кто давно на канале, те знают, что у меня есть хобби искать какие-то дыры в безопасности, затем я их отправляю производителю. Можете посмотреть, как это работает вживую, то есть поиск какой-то уязвимости вживую. Пробуем сначала сделать сброс, это плюсы питания, держим две клавиши, экран загорится, питание бросим, а плюс продолжим держать. Помним, что если вы делаете это за деньги, вы должны с человека брать документы, подтверждающие факт покупки, чек покупки, гарантийный талон, еще что-то такое, где будет имейл и серийный номер аппарата. Все действия с краденными, найденными, ворованными устройствами, то уголовно наказуемые деяния. Связывать с этим категорически нельзя. Так, ну что-то там, плюс еще держим, пока не появится меню там какой-нибудь из трех строчек, может из четырех. Держим все еще. Вайпдата, пишем слово yes, то есть даем свое согласие, вайпдата, вайпдата факт реализет, ждем. Все, мы этот процесс не прорываем, мы сейчас дойдем до рабочего стола, я подключусь к вайфаю, он мне напишет, что на устройстве установлены настройки по умолчанию, мы попробуем без компьютера, без каких-то карт памяти, ОТГ и всего остального, обойти эту самую блокировку. Если вдруг не для эксперимента вы это делаете, то и попросите человека сим-карту, возможно аккаунт привязан к сим-карте, и вы сможете его таким образом разблокировать. Ну ладно, я для вас перемотаю, чтобы ваше время не тратить. Кому интересно, на канале есть целый пол-лист в РП Google, там есть большинство способов разблокировки. На основном канале ты же программисты, здесь на канале Unlocker, ну смотря где, опять же, ролик выйдет, по ссылке в описании будет нужный пол-лист. Я буду делать это на английском языке, вы делайте, можете на русском, можете на том, который вам удобен. Здесь сильно не изощряйтесь, получили окно, где он пишет, что на устройстве установлены настройки по умолчанию, я это делаю на английском, вы можете, если хотите, делать на русском. На самый первый рабочий стол без перезагрузки, к сожалению, мы не вернемся, поэтому перезагружаем смартфон. Также помним, что все вот эти сбросы настройки, прошивки и так далее, чтобы обойтись без вот этих танцев с бубном, если есть возможность добраться до настроек, меню настройки аккаунта, выбираете Huawei ID учетную запись по очереди и гуглскую учетную запись. В правом верхнем углу, на каждую нажимаете по очереди, в правом верхнем углу будет кнопка с тремя точками удалить аккаунт. Если это не сделать, вот такая блокировка срабатывает. Также все удалится и также помним, если сброс настройки кому-нибудь не помогает, то гуглите прошивку. Так, я повторяю, я это делаю на английском, вы лучше делайте на русском. Держим в двух хаотичных местах экран. Ну, ждем еще. Включился TalkBack. Английскую... Так, тихо, убавься. Английскую букву L. TalkBack setting. В него попали. Зажимаем минус и плюс. Держим две клавиши. Окей. Окей. Так, и еще раз, минус и плюс. Снова на семь секунд. Дважды. Все, он выключился. Help and feedback. Get started with voice assistance. Воспроизвести. Нажимаем на название ролика. Fight. No show. Так. Share. 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 Notepad. Нет, знаете, не Notepad. Ну, блин. Ладно, пусть будет Notepad. Gallery. Любое изображение. Окей. Окей. Share. SMH. Google add to map. Skip. Hello. Cancel. Отправить. Назад. Yes. Ждем. Он должен вас определить на местности, но для нас это ключевого значения не имеет. Вбиваем любое название. Я ему пишу. Moscow. И прокладываю до туда маршрут. Так. Так. Так вот, по-моему. Directors. Ок. Ждем маршрут провожиться. Дальше. Голосовой поиск. Окей, Google. Open Google. Opening Google. В идеале, конечно, Open Setting открыть. Но меня и это устроит. Дальше. В поиске мы забиваем сеттинг, чтобы убедиться, что мы открыть их не сможем. Сеттинг у вас в настройке. Оп. И выкидывает назад. Все. Значит, новый патч безопасности, он по этой причине нас не пускает. Дальше. Можно попробовать открыть Chrome. Губу раскатал. Забиваем какой-нибудь сайт. Ну, например, сайт Nova Launcher. Nova. Ой, пофигу вообще. Сильно непринципиально. Выделяем текст. Share. Share, share, share. Джим. А, емое, прошу прощения, назад. Еще раз share. Можно, кстати, и там было побойти при желании. Так. Долго держим. Долго держим. Data Use. Нет, прошу прощения, не Data Use. И не Storage. Так. Сейчас я, ребята, вспомню. Да. Уведомление. Notification. More Setting. Кнопка с тремя точками. Менеджер аккаунтов. Аккаунты. Идем вниз в System. Reset. Выбираем первый пункт. Сброс всех настроек. И приготовьтесь. Вам нужно будет его перезагрузить. Причем до того момента, пока он начнет делать сброс настроек. Reset All Setting. Так. Reset All Setting. Готовы. Reset All Setting. Зажимаем питание. Ешкин код. Перезагрузка. Перезагрузка. Важно успеть. Потому что, если он начнет делать сброс настроек до того, как вы начнете его перезагружать, придется вам весь путь, который я вам показал, проходить заново. На каком-то телефоне я так встревал. Потому что, пока тыкался клавишами, пока он там пытался что-то где-то раздуплиться, я тормозил и не успевал за ним. Вам необходимо успеть перезагрузить. Я надеюсь увидеть рабочий стол. Я, конечно, надежда умирает последней. Потому что Sigma-K, который программатор... О, кстати, включается. Отлично. Sigma-K, который программатор, он не вывез его. Сказал, что он слишком новый. Setting. System. Так, сейчас зайду в телефоне, чтобы не светить клиентские данные. На номере сборки нажимаю 7 раз. Он говорит, вы стали разработчиком. Опять назад в настройки захожу. Так. System. Developer Options. Вот это, кстати, возможно, не обязательно, но я поставлю. OEM Unlocking Enable. У вас там будет OEM разблокировка, предусмотренная производителем. Так. Назад. Вот этот пункт, кстати, скорее всего можно пропустить. Reset. Factory Data Reset. Internal Storage. Отлично. Reset. Reset Phone. Извиняюсь, мне звонко отвлекает. Я отложу и потом продолжим. Ждем включения. Он уже, в принципе, моргает. Ну, достаточно шустрый аппарат, кстати. Он на процессе High Silicon. High Silicon, как правильно. Вот. И, скорее всего, он достаточно быстрый в работе. Но, вот, тем не менее, в патче безопасности все равно присутствует такой косяк. Так, пропустить. Сейчас, знаете, что, дойдем все-таки до рабочего стола, чтобы голословного не быть, потому что я таким способом пользовался только один раз. И у меня не получилось. Но на этом устройстве вроде бы должно. Рабочий стол, рабочий стол, все, отлично. Все, больше с этим телефоном делать ничего не надо. Все способы, как я говорил, в полу-листе FRP Google. Я вам рекомендую к просмотру свой полу-лист «Полезная», свой полу-лист «Любая прошивка». Все есть полу-листы в описании. А также сейчас появился полу-лист, называется он «Диагностик». Тоже рекомендую к просмотру. Будет очень интересно. Возможно, на нем сделаю основной акцент. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok